Начинается Спасительный Великий Пост. 40 дней поста, который каждый из нас пусть изберет для себя в степени воздержания, но обязательно пусть начнет поститься. Пост – это не значит чего-то не есть. Пост – это не значит чего-то не делать. Пост – это значит еще и делать. Делать доброе, уклоняясь от всего злого, что делали. От чего мы можем уклониться? Мы можем уклониться с вами от просмотра телевизора. Мы можем сегодня, если уже нельзя и невозможно минимизировать, то хотя бы сократить посещение всевозможных сайтов, гаджетов, всевозможных социальных сетей, бессмысленных порой совершенно в пустую проведенных минутах, а иногда и часах просмотра всевозможных роликов. Разве от этого нельзя воздержаться? Можно. От злых слов можно воздержаться? Можно. Можно воздержаться от осуждения. Вот положите хранение устам своим. Сорок дней. Не то, что молчать. Ведь молчальники молчали. Мы не можем с вами молчать. Мы говорим, мы работаем, мы живем в семьях, мы живем в миру. Но мы можем с вами не говорить клеветы. Мы не можем даже услышать о ком-то плохое. Вот так и хочется рассказать другому. А мы можем воздержаться. И вот это уже, дорогие, пост для многих великий. Понимаете? А то, что кто-то будет не есть скромной пищей, вот все это делать, такому и пост в пост не вмениться. Тогда, как говорил Иоанн Златоуст, не изнуряй свою плоть. Потому что пользуясь от такого поста, ты не получишь. Пост – это не голодовка, дорогие. Пост – это время работы над собой. Пост – это весна духовная. Вот после холодных, таких вот дней мороза, пурги, ветра, дождя, пасмурности, вдруг наступает время нашей духовной весны. Когда мы не отягощаем себя объедением и пьянством. Когда больше читаем Святое Писание, когда больше делаем добрых дел. Когда больше молимся. Когда больше заботимся о других, чем о себе. Вот это пост. И, конечно, дорогие, мы должны вообще-то понять, с чего все начиналось. Откуда такая взялась традиция, что все христиане постятся. Ведь в первые времена не было таких великих постов. Не было ни Рождественского, не было ни Успенского. Успенского поста не было, потому что еще Богородица была жива. Не было поста Петра и Павла, потому что они еще проповедовали. Не было многого. Откуда взялся Великий пост? Пост Великий основан самим Христом. Он сам сорок дней и сорок ночей. Не ел ничего и не пил в пустыне. Нас Церковь призывает. Кушай, но не объедайся. Пей, но не обпивайся. Не делай злых дел. Не произноси злых слов. Уклоняйся от зла и твори благо. Итак, основоположник Великого поста сам Христос. А откуда Церковь взяла для того, чтобы все православно звать своих людей за собою? Я еще раз напомню. За собой зовет нас Церковь во время Великого поста. Оказывается, в древних палестинских монастырях, о чем мы читаем в житии преподобной Марии Египетской, были такие удивительные традиции, обычаи, когда на Великий пост все монахи оставляли храмы, кельи, монастырские трапезные и уходили на сорок дней подвига в пустыне. Монастырь опустевал. Там оставался один какой-то старый предверник. И то брать там было нечего, воровать там нечего. Просто, чтобы пожара не было, звери не зашли. Оставался один, остальные все расходились. И вот перед тем, как разойтись в пустыню, многие понимали, что это может быть последний пост. И действительно, тогда ведь было время не такое, как сейчас. Пустыня – это место жительства змей, скорпионов, диких зверей, львов. И вообще многие жизненные обстоятельства складывались так, что многие из тех, кто уходил для воздержания сорок дней, уже обратно не возвращались. И потому день, который мы переживаем сегодня, для них был днем последним. Они видели братьев своих и говорили, «Брат, прощай, и меня прости. Расстаемся, уходим. Бог знает, свидимся ли к Пасхе Христовой. У каждого свои подвиги. Никто не рассказывает, кто куда идет. Никто не рассказывает, кто как будет поститься, как будет молиться, что читать. Просто прощай, вот по силам своим. Избираю для себя такой пост и ухожу. Бог, весть, встретимся ли вновь. А потому это обычай церковь и восприняла. Почему? Потому что это удивительная традиция попросить перед великим делом, кто знает из нас, доживем ли мы из здесь стоящих до Пасхи Христовой. Кто знает? Никто не знает. А потому, входя в пост великий, и мы попросим друг у друга прощения. Вот почему этот день-то называется. Не просто для того, чтобы прислали там какой-нибудь ролик или чашечку с блинами и сказали, сегодня прощенное воскресенье. Да не это обычай этого события. А сегодня мы от души всем должны простить. Если ты врагам не хочешь от души грехов простить, то и сам напрасно будешь у Христа того ж просить. Только тот получит милость отпущения грехов, кто с любовью прощает, молит Бога за врагов. Понимаете? Вот тот получит отпущение грехов, кто все простит, да еще и превозможет, еще помолится за тех обидчиков, кто ранил и обидел нас. А мы живем действительно среди людей, которых не всегда может принять наше ожесточенное сердце. Вокруг нас есть очень много людей, которые не желают нам добра. Любить любящих вас. Какая же вам награда, говорит Христос? И грешники любят любящих их. И благотворить тем, кто вам благотворит. Какая вам награда, говорит Христос? Так же творят и грешники. А вы любите ненавидящих вас. И добро творите тем, которые не желают вам добра. И будете сынами Отца вашего Небесного. Вот к чему зовет нас Церковь. А потому этот обычай не просто прижился. Он узаконен, он утвержден Святой Соборной Апостольской Церковью. И древняя традиция не только людям посещать друг друга, кто не сможет приехать. Ездили друг к другу в гости, деревни, села, на санях, на лошадях, пешком ходили. А потому на переулках стояли различные точки, где можно было подкрепиться не просто ходящим, гулящим, как у нас сейчас предлагают относиться к Масленице, а именно те, которые ездили друг к другу прощения просить. А по пути подкреплялись с кором, то есть еще блинами, но уже без мяса. Вот такая традиция и у Масленицы. Ну и, конечно, нельзя не сказать несколько слов о императорах русских, которые, безусловно, эту традицию поддерживали сами. И не только просили у всех членов двора прощения в церкви, но и посещали войска, казачьи подразделения. И государь-император, мы знаем даже по видеохронике, как государь-император, прославленный в лике святых, страстотерпцев со своей семьей, посещал военные подразделения, просил прощения у всех. Представляете, какая традиция? Руководители России преклоняли главу и колено и говорили, простите, братья россияне. О, какие традиции были в Святой Руси. Как бы нам и сейчас увидеть бы хоть одного из властьимущих, по Первому каналу сказавших, дорогие россияне, в этот день прощенного воскресения. Сколько мы не все делаем для вас. Простите Христа ради. Но, думаю, что не все мы увидим это. Может быть, кто-то услышит в какой-то церкви, куда чиновники заходят, тоже поддерживают. А вот так, чтобы перед народом, как императоры русские, не только сами, но и подавали ведь пример, войска, гражданские, крестьяне, селяне, торговцы, купцы, бояре, друг у друга просили прощения, понимали, что вообще на этот период закрываются рестораны на санитарную обработку. Может, поэтому меньше было вируса. Что на время поста закрывалось все, обрабатывали, не работало зрелищное, развлекательное учреждение, потому что вся страна с государем-императором постится. За продажу мяса в это время было определенное наказание. Городничим, если на улице просто, потому что так торговать мясом было нельзя, в Святой Руси. А сейчас, ну как же без мяса на Руси, в пост? Кто его сейчас соблюдает? Кто сейчас о нем говорит? Сейчас говорят о смехопанорамах, о шоу. Потому, дорогие, мы опять никого не должны осуждать. А сами начнем своей семьей. Вот пусть покажет отец в семье, как император, попросит у своих родных и близких прощения. И как государство семьи своей скажет, все за мной. А жены пусть не воспрепятствуют, скажут, как ты благословишь, милый, и деткам приготовим. Ничего, попастимся, а то думаешь, что наши дети будут есть? Пусть попастятся, крепче будут. А почитаем Библию Святую. Посмотрим, как Даниил вместе со своими одноплеменниками еще краше стал после поста. Сильнее, крепче. Пост укрепляет. Пост воодушевляет, одухотворяет, исцеляет. Сколько гимнов посту уже написано, о которых я не буду сегодня повторять. Подкрепляем свои силы, не объедаемся, не опиваемся, молимся, радуемся, в храмах Божьих встречаемся. Вот тогда пост пройдет тебе не в нагрузку, а в подготовку, подготовку Светлой Пасхи Христовой. Вот же цель. Христа встретить, за Ним пройти. Нам нужен Христос. Не пост сам по себе, а Христос в посте нам нужен. Потому что, если без Него проведем в неедении, даже в творении добрых дел, мы не обрадуемся Христову воскресенье, потому что пост прошел, как голодовка, без Христа. А нам нужно попаститься так, чтобы Христа прославить, в грехах своих покаяться, и Светлому Христову воскресенью от сердца поклониться. Вот этого, дорогие, желаю вам, в предстоящем Великом посту. И постарайтесь, особенно вот эту недельку, почаще, как только есть время, приходите в Дом Господень, где ждет вас Христос, Спаситель каждого из нас. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова